Добрый день, друзья! Сегодня мы прочитаем про ромашку. Садитесь поудобнее и наберитесь терпения. Это длиннее будет рассказ. Это было в июне. Ёжик влюбился. Необыкновенно пахла трава. А ёжик ходил большими кругами вокруг ромашки и боялся к ней подойти. Ты чего ходишь? спросил кузнечик. Может, что надо? Скажи. Ничего мне не надо, пробурчал ёжик и ушёл за ёлку. Отсюда из-за ёлки ромашка была ещё прекраснее. Она стояла, слегка изогнувшись на тоненькой ножке. И до того была свежа, легка и воздушна, что ёжик зажмурился. Подойду, решил он. Подойду и прямо так и скажу. Вы мне нравитесь, ромашка. Я очарован. Очарован, очарован, забормотал. Ёжик, может, я вами очарован? Попробую сначала. Он встал, скинул мордочку, взмахнул лапой и про себя сказал. Вы мне нравитесь, ромашка. Я вами очарован. Нет, не годится. Я вами плохо. Вы мне нравитесь, ромашка. Я очарован. Так лучше. А что она скажет? Она скажет. Ты мне тоже нравишься, ёжик. Вот было бы здорово. Но она так ни за что не скажет. Что ей? Да меня ёжика. Что ей? Да меня ёжика. И ёжик стал опять большими кругами ходить вокруг ромашкиной поляны. И вспоминать, как на рассвете встретил лося. То есть они даже и не встретились, потому что лось ёжика не видел. Но ёжик не только видел лося, но и слышал, что тот говорил. Фу! Сдыхал, ломясь сквозь кусты лось. Фу! Да чего уже хороша! Лось фыркнул и крутил, фыркал и крутил головой. Ёж сразу догадался, что это он о ромашке. Но спросить не решился. Пойти, что ли, посоветоваться с белкой? Думал ёжик. Всё-таки она белка. И думает так же, как ромашка. И ёжик было побежал к белке. Но наткнулся на медвежонка. Ты что здесь делаешь? Спросил медвежонок. А ты? Я вообще-то сказал, медвежонок, гуляю. А ты? А я? Я? А хочешь, я скажу тебе тайну? Спросил медвежонок. Говори. Здесь появилась необыкновенная ромашка. Шепотом сказал медвежонок. Я иду с ней знакомиться. Только... Чш! Медвежонок прижал лапу к носу. Никому. Ёжик обмер. Он сразу понял, о какой ромашке, говорит медвежонок. Так это моя ромашка, сказал ёжик. Возле ёлки, да? Возле ёлки. А ты откуда знаешь? Она только вчера появилась в нашем лесу. Вот вчера я её увидел, сказал ёжик. Только ты никому, понял? Видите, оба влюбились в одну ромашку. Вот, смотрите. А вот эта ромашка у нас стоит на поляне. И ёжик стоял у этой ёлочки, чтобы лучше разглядеть и полюбоваться ромашкой. Погоди, сказал медвежонок. А почему она твоя? Потому что я первый увидел. А почему ты знаешь, что она захочет дружить с тобой, а не со мной, медвежонком? Потому что она так стоит, сказал ёжик. И так смотришь, что сразу видно, с кем она хочет дружить. С кем? Со мной, сказал ёжик. Ну, знаешь, медвежонок сел. Я от тебя такого не ожидал. Говори, как она стоит и как смотрит. Разве словами скажешь? Покажи. Ёжик встал на одну ногу и томно посмотрел на медвежонка. Так, а почему ты думаешь, что сразу видно, что она хочет дружить с тобой? Потому что она так смотрит. Ёжик снова встал на одну ногу и поглядел на медвежонка. Знаешь, что, сказал медвежонок. Пойдём к ней вместе познакомиться. Пусть она выберет сама. Нет, сказал ёжик. Давай сначала пойду я, а потом ты. А почему не наоборот? Я познакомлюсь и представлю тебя. Ты её напугаешь, сказал ёжик. Я? Да я всё утро плавал в реке, чтобы быть пушистым. Ты потрогай, какой я шелковистый. Разве такой медвежонок может кого-нибудь напугать? Всё равно, сказал ёжик, напугаешь. Ты вон какой страшный. Я? Страшный? Ты же медведь, сказал ёжик. Она ромашка. Ну что ты, медведь, медведь, урознь. А я вон какой шелковистый. Ты погоди, сказал ёжик. А я сейчас сбегаю, погляжу, там ли она. И побежал. Стой, крикнул медвежонок. Давай ползком. Зачем? Я сбегаю и вернусь. Тогда давай вместе. Да, я вернусь. Ты не бойся. Я только гляну, и всё. И ёжик побежал. Ромашка стояла на том же месте. И была ещё лучше, ещё воздушнее. Ах, как она была хороша. Пускай медвежонок идёт первый, решил ёжик. Я не могу. Вернулся к медвежонку. Иди, сказал ёжик. Стоит, познакомишься, а потом сразу зови меня. И медвежонок пошёл. Даже не так. Он пошёл вместе. Медвежонок впереди, а ёжик сзади. Медвежонок подошёл к ромашке. Ёжик, не мигая, глядел на них из-за ёлки. Здравствуй, сказал медвежонок. Вы ромашка? Да, сказала ромашка. И поглядела на медвежонка искоса. А я медвежонок вижу, сказала ромашка. Как вам нравится в нашем лесу? Медвежонок переминался с ноги на ногу. И думал, что бы ещё сказать. Мне здесь очень нравится. Здесь очень красиво. И погода прекрасная. Правда? Вы любите дождь? Дождь? Я ещё ни разу не видела дождя. Какой он? Дожди бывают разные, сказал медвежонок. Бывают грибные. Это когда дождь, а сквозь дождь солнце. Это, наверное, очень красиво, сказала ромашка. Как вы хорошо говорите. Расскажите ещё что-нибудь. А бывает проливной дождь, сказал медвежонок. Это одна вода. Я очень люблю воду, сказала ромашка. Ёжик прыгал за ёлкой и делал медвежонку разные знаки. Знакомь меня, знакомь меня, кричал про себя ёжик. Но медвежонок будто забыл про ёжика. Он ходил вокруг ромашки, вздыхая, взмахивая лапами и говорил без умолку. Это ещё что? Говорил медвежонок. А бывает снег. Что это? О, это очень холодное вещество. Это такой дождь земной. Представляете, с неба падают большие пушистые хлопья. Ну, с чем сравнить? Ну, вот, например, со мной, с медвежонком. Такие огромные. Нет, такие же пушистые. Мягкие и ласковые. Видите, как хорошо разговаривают. Медвежонок и ромашка. А там за ёлкой спрятался ёжик и ждёт, когда же его медвежонок позовёт. А вы ласковый? Очень, сказал медвежонок. Ёжик готов был плакать от обиды, но боялся вылезти из-под ёлки. Как тебе не стыдно, медведь? Ты же обещал, кричал про себя ёжик. И тут медвежонок обернулся к нему и сказал. Хотите, я вас познакомлю с моим другом? Очень, сказала ромашка. Позвольте вам представить моего друга, ёжика. И медвежонок сделал широкий жест лапой. Выходи, шепнул он ёжику. Но ёжик стоял за ёлкой и чувствовал, что лапы у него примерзли к земле. Он хотел весело рассмеяться и крикнуть. Иду, медвежонок, но почувствовал, что лапы у него не шевелятся. Он не может раскрыть рта. Позвольте вам представить моего самого лучшего друга, ёжика. Громче, сказал медвежонок и ещё шире повёл лапой. Да выходи же, зашипел он. Но ёжика будто окостенел мороз. Он вдруг с ужасом понял, что никогда ни за что не найдёт себе сил подойти к ромашке. Он провернулся и что было мочи, ломая кусты, спотыкаясь, падая, побежал вглубь леса. Вот в этот лес убежал ёжик. Так он сильно полюбил ромашку, что от стеснения даже не смог выйти к ней. На этом всё. Всего вам доброго. До свидания и подписывайтесь на канал.